Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ирин Камискик. Меня зовут Ирина и сегодня я хочу с вами поговорить на тему кислот. Если вам интересна эта тема, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру и поехали! Вон, вон, туда! Начну с того, что кислоты, это вообще, знаете, наверное, нашумевшая тема последние года просто, ну, это вот бомба в уходе. Все пытаются говорить о том, что кислоты, это прям, я не знаю, панацея в уходе за лицом, это привет молодости, это прям вот до свидания морщины, ровный цвет лица, прощайте вот эти вот расширенные поры, точки и прощи. То есть кислоты, это прям то, что нужно вашей коже. Я, наверное, сейчас буду отчасти с этим спорить. И начну я свой диалог с того, что кислотами я пользуюсь уже, наверное, года три. И вот я добавила себе в рацион использования в косметике, добавила себе кислоты. К сожалению, сегодня я вам не смогу показать маску, которая мне очень сильно нравится от нашего тоже русского производителя. Но ссылку на эту маску и свое мнение о ней я вам оставлю под этим видео, конечно же, переходите, посмотрите обязательно. И это я говорю вам о маске Кора. Что же вам могу сказать и о кислотах? Кислоты, по моему мнению, сейчас я буду делиться только своим мнением, своим наблюдением, что я вижу. И как я понимаю сейчас после такого долгого использования этих кислот, как они срабатывают на лице и что они делают. По моему мнению, кислоты могут быть вашим другом, товарищем, помощником в уходе за лицом, а могут быть чистым, злым врагом, который просто испортит вам состояние кожи и вы будете проклинать потом всех, кто вам когда-либо их советовал. Я сейчас это вам говорю к тому, чтобы тот, кто сейчас будет говорить, что кислоты не нужны, это все плохо, либо тот, кто будет говорить, что это кислоты хорошие. То есть лагерь делится людей на самом деле, как и бывает, хорошее и плохое, так и тот. Все зависит от типа кожи. Есть кожа, которая чистится сама, ей нужен помощник. А есть тип кожи, который особо сам чистится не любит, он еще может проблемы какие-либо создавать. А когда его начинают заставлять, чтобы он чистился, он может еще спровоцировать вам такую, знаете, войну с вами активную. Вот тот тип людей, у которого кожа чистится сама, им прям кислоты, это, знаете, вот их друг-товарищ. Прям вот такой вот друг-товарищ, а у тех, у кого кожа чистится плохо, там прям нужно деликатно, знаете, с хитринкой подходить к вашей коже, чтобы она смогла с вами, чтобы вы могли с ней договориться, чтобы она чистилась. Начну с того, у кого кожа чистится, собственно говоря, сама. Существует такое понятие, то, что в течение дня, когда наши поры открываются, закрываются, кожа дышит, мы собираем всю грязь, пыль, косметику, которую мы наносили, тональный, праймер, все, что угодно на лицо, и собираем это все вот так вот, это все собирается в поре, да. И когда мы, к примеру, идем умываться, делаем свой обычный демакияж, очищение кожи, вот у людей, у кого кожа чистится сама, вот эта пора так вот раскрывается, она тоже начинает, да, вот взаимодействует с водой, расширяется клеточка, и вся вот эта вот гадость из пору влазит. То есть мы это все вычищаем, но этим людям хватит только элементарно умыть лицо, там, я не знаю, два раза в неделю поскрабировать, сделать эксфолиак, какую-то эксфолиацию, да, отшелушивание какое-то легкое, и все, то есть у них как бы кожа всегда такая чистенькая, ровненькая. То есть они всегда могут вот с умыванием добиться очищения. И когда они наносят кислоты, оно просто намного быстрее у них это все верхний слой, жирный слой защитный, он быстренько растворяется, и, собственно говоря, кислоты что делают? Вот они растворяют верхний слой эпидермиса, вот эту вот ороговевшую кожу, они ее убирают и открывают доступ к чистой поре, и мы наносим уже свой уход, она проникает намного глубже. То есть на ороговевшие клетки нас ничего уже нигде не остается, у нас сколько мы нанесли практически, столько оно и попадет в верхний слой кожи, да, вот в этот, который живой. А мертвевшие клетки кислоты они все заберут. А есть другой тип кожи, вот когда в течение дня собирается вся вот эта вот грязь, она все это пора собирает, 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 и когда вы начинаете умываться, пора сидит вот так вот, она может чуть-чуть приоткроется, чуть-чуть оттуда выйдет, но что-то здесь останется. И вот так вот в течение всего времени. И когда, то есть и потом, когда вот этот вот, все это, вот эти все знаете, ороговевшие клетки, омертвение идет, а грязь вот тут остается. То есть вы понимаете, образуется такой вот прыщичек, образуется, так скажем, черная точка, которая никуда не девается. Я вам говорю сейчас не о воспалении фоллюкулы, когда вот у нас вот эта вот пора, вот эта вот волосяная луковица, и когда вот тут сверху какие-то бактерии, микробы, туда проникает воспаление гнойной прыщи. Я вам сейчас не про это говорю, я говорю именно про черные точки. И, собственно говоря, кислоты нам помогают бороться с черными точками в первую очередь и отшелушивать вот эти вот все ороговевшие клетки. Но по большому счету вот эта вот жадина клетка, которая не любит отдавать, и кожа, которая сама не чистится, ей нужно помогать вот это очищать, нужно распаривать, убирать, вытаскивать, там, простите, выдавливать это все, да, там, косметологу эти кислоты, допустим. У меня кожа 50 на 50, я сейчас буду рассказывать еще о себе, да. У меня кожа делится 50 на 50, местами она может чиститься сама, местами она жадина, прям жадина такая, что она вот эту всю грязь, которую в течение дня собирает, с боем нужно с нее забирать. Ну так вот, что я заметила, как ни странно. Вот если я, к примеру, в свой уход добавляю кислоты, где присутствует небольшое количество кислот, так скажем, согласно какой-либо норме, и то у меня, в принципе, нормально. К этим маркам, вот к этому содержанию кислот, я отношу марку с ее содержанием кислот. Это вот эта марка от Урьяш Хисяк с кислотами, где у них идет маска, отшелушивающая маска для смешанного типа и жирной кожи, очищает, разглаживает кожный рельеф, матирует и улучшает цвет лица гипоаллергенно. И вот этот вот Хисяк А18, который у них идет кремушек, он у них предназначен тоже для проблемной кожи, для того, чтобы убирать черные точки, осветлять постакне. То есть эта марка, вот эта вот серия у марки Хисяк, она направлена на то, чтобы бороться с высыпаниями. Вот, к примеру, вот этот дойт мне нравится чем? Тем, что вот эта отшелушивающая маска, она убирает вот эту ороговевшую вот этот вот слой кожи, потому что у нас омертвление клеток идет ежедневно. Вот эта вот маска, она подготавливает вашу кожу, она убирает, собственно говоря, вот эти вот омертвевшие клетки. Здесь присутствуют легкие гранулки, они это все убирают, очистили, все убрали. И дальше вот на вот эту кожу вы наносите вот этот вот Хисяк А18, и вот в эту пору, когда она попадает, вот эта вот штучка, она разрыхляет вот эту грязь, которая есть в поре, и она вся вылазит из нее, и она чистится, так знаете, сама вычищается. Когда наносите, что этот продукт, что вот этот продукт, присутствует легкое пощипывание, прям знаете, легкое, оно вот так чуть-чуть, и все, буквально первые три секундочки, и все. Потом ничего нигде не щиплет, все замечательно, все хорошо. Очень деликатно, очень мягко убирает, отшелушивает, подходит для... вот у меня кожа, она идет чувствительная, в данный момент она идет нормальная, ближе к сухости, с высыпаниями, которые вот у меня периодически бывают, вот эти вот какие-то штучки. Вот эта версия мне очень сильно помогает, и я вам тоже ее могу посоветовать приобрести себе. То, что мне нравится, то, что я не поняла, на самом деле, вообще не поняла, это маска очищающая с аха-кислотами, экстрактом папайи для любого типа кожи. Вот здесь, кстати, не сказала девочки, здесь присутствуют, по-моему, аха- и бх-кислоты, а вот здесь, по-моему, присутствуют тоже аха-кислоты, только вот в этой вот масочке, а в кремушке и аха- и бх-кислоты, вот в этой вот. Здесь в этой маске присутствуют только аха-кислоты, и я думала, это похожий друг, как от маски Кора, которая у меня есть, которая, точнее, у меня была ранее, которая мне очень сильно нравилась, я не даже снимала видео, ставлю ссылку под этим видео. Так вот, эта маска, она у нас идет с экстрактом папайи, с ахокислотами, с орбитой масла ши И здесь у нас идет активная кислота, это гликолевая кислота и винная кислота Которые, собственно говоря, должны разрыхлять и должны подготавливать кожу к дальнейшему уходу То есть это такая 7-5 минутная масочка, которую вы наносите и просто потом делаете какой-то свой уход Здесь присутствует масло ши, я с маслом ши вообще никак не дружу И когда я наносила вот эту маску, я не почувствовала никакого-то пощипывания, никакого-то покалывания Ни покраснения потом после нее, я вообще от нее ничего не заметила То есть для меня это достаточно слабое содержание кислот Я могу эту маску посоветовать только тем девочкам, которые только начинают И тем мальчикам, которые только начинают знакомиться с кислотами Потому что если у вас, вам не подходит вообще кислота, в принципе, и у вас кожа будет чувствительна к кислотам У вас могут вызвать какие-то высыпания То есть кожа может просто спровоцироваться Вот это вот разрыхление, вдруг что-то будет не так Чтобы не спровоцировать ничего плохого То есть как бы можно попробовать вот это вот Но так как мне не идет масло ши Для меня это оказалось просто какая-то жирная маска, которая ничего, к сожалению, не делает на моем лице И я, конечно же, немножечко ей подразочарована Но это российский производитель, это производит питерский концерн Наверное, я слышала и много хороших отзывов о ней Она просто мне не зашла, мне что-то с ней не получилось дружиться И она совсем даже не пахнет ничем таким кисленьким Вот эти вот серии, она пахнет кисленьким таким, кисленьким-кисленьким Кисленькими конфетками какими-то, но не ванильными, а просто чем-то кисленьким Так что вот так вот Это мне как-то не зашла, но я могу вам посоветовать ее попробовать Потому что, может быть, она на вас работает И для вас это будет содержание кислот, вот то, что нужно Следующий продукт, который для меня оказался таким, знаете, 50 на 50 Он у меня какой-то, знаете, еще непонятный фрукт Но он все-таки присутствует у меня И это альтернатива вот этой вот масочке Отшелушивая от Хисяк Это у нас марка, которую можно купить в магазинах Римгош, ЛДБТ, заказать онлайн на сайте То есть, как бы, это у нас идет фирма Кадали И это крем Эксфолиак у них идет Для очищения пор, 75 мл Могу сказать, это у нас идет глубоко очищение и стягивание пор Вот что есть, то есть Действительно очищает и стягивает поры Но мне кажется то, что она Либо я неправильно как-то ей пользуюсь, что-то я делаю не так Потому что с учетом того, что несмотря на то, что она где-то местами очищает поры Она их так хорошо стягивает, что потом, если у меня с какой-то поры какая-то, как они вылезла Она у меня потом зарастает Вот эта вот закрывается пора так, что мне потом нужно прям приложить усилие для того, чтобы достать все, что там скопилось в этой поре То есть, это такой, знаете, дружок, с ним нужно как-то вот к нему подходить вот так вот прям аккуратненько Но вот эта вот, кстати, пахнет Тут присутствует кисленькое яблочко, кисленький такой аромат И действительно пахнет виноградом Мне очень сильно понравилась она, в принципе, как альтернатива Но все-таки, знаете, могу сказать, надо приноровиться вот этим пользоваться Но я вам тоже могу ее посоветовать, взять себе, купить 75 мл, нужно вообще горошинку, хорошо отшелушивает Действительно хорошо отшелушивает После данной крема Экс Воляка кожа очень гладкая Вот очень Поры почищенные Но еще раз говорю, у меня местами, там, где поры чистятся сами Да, вот им только нужна небольшая помощь Вот это средство работает круто Там, где у меня ленивые поры Она у меня срабатывает так, что у меня может образоваться какой-то, знаете, вот Подзабитая пору, которую мне нужно будет самостоятельно почистить Так что думайте сами Решайте сами, какой у вас тип кожи Как она у вас сама чистится Либо у вас все-таки есть склонность к тому, что у вас подзабиваются вот эти поры Которые нужно не просто скрабиком убирать А именно нужно механически как-то убирать Так что присмотрите сами Для тех, у кого кожа чистится в большей степени сама ей помогает эксфолианты Присмотритесь вот к этой штучке В принципе, тут присутствует тоже небольшое количество кислот Которые хорошо осветляют вашу кожу Осветляют постакнешки Хорошо, в принципе, она вычищает вот эти вот поры Которые они подраскрыты И присутствует эта грязь Она хорошо убирает Но там, где поры подзабиты И у вас, если кожа плохо отдает эту всю каку грязи Нужно вот это ручную все убирать Аккуратнее Потому что можно спровоцировать того, что у вас может быть подзабитая пора То есть нужно деликатно к этому подходить И крайнее, что я хочу сказать, это я прямо оставила напоследок Это два просто, знаете, продукта, которые я очень сильно хотела И у меня прямо сейчас о нем непонятные остались эмоции И, наверное, в какой-то степени мои такие небольшие враги Которыми, либо я неправильно начала ими пользоваться По большому счету И я сейчас вам говорю о линейке Нашумевшей в свое время линейке Это Нарева Эксфолиак Это максимальное содержание кислот Которые у меня сейчас есть в уходе В лосьон здесь больше Тут ИАХ В этой серии содержатся ИАХ и БХ кислоты В лосьоне больше 12,5% содержания кислот В геле Эксфолиаке, по-моему, 10,5% содержания кислот Что я могу вам сказать Здесь получается объем у нас 200 мл Я использовала ровно половину Что я заметила после использования Дико осветляет кожу Прямо на глазах выбеливает кожу Прямо вот вы становитесь гейшей Вот там, где я снимала видео о смешбоксе Вот там я была как привидение И это привет вот эти кислоты Выберили мне лицо за 2 недели Вот просто активного использования 2 недели Они мне выбили лицо Я заметила такую особенность Если у меня на лице нет ни одного высыпания И нет никаких вот прям вот высыпаний То есть как бы у меня есть какие-то вот подзабитые поры И я им пользуюсь Но я не видела, чтобы оно максимально как-то у меня разрыхляло Может быть она разрыхляла, но оно еще и провоцировало то, что У кислот есть, кстати, такая фишка То, что если, к примеру, у вас где-то в поре Собралась грязь И она вон там вот сидит и должен вылезти прыщик За счет того, что вот эта вот штука очень сильно отшелушивает верхний роговевший слой Вылазить этот прыщ будет, если он у вас должен был вылезти через неделю Он на неделю раньше вылезет То есть будьте готовы к тому, что кислоты они провоцируют вылазение каких-либо прыщиков За счет того, что они отшелушивают роговевший слой кожи Если там где-то в зачатке у вас должен был быть прыщ, он вылезет намного раньше С одной стороны это круто, с другой стороны как-то вот не очень хорошо Могу сказать то, что я попробовала его нанести Помимо того, что я его наносила на лицо, я стала его наносить на зону декольте И я заметила такую альтернативу, у меня пошла, знаете, как аллергическая реакция У меня пошло много разных таких вот прыщиков То есть у меня полезли такие как подкожнички Такая вот полезла всякая какая-то гадость Я подумала из той серии, то есть у меня внутри какая-то гадость собралась А вот этот вот гель спровоцировал Я пользовалась лосьоном, я его просто наносила Я его наносила, я его пользовалась двумя способами Я его наносила, ждала 10 минут на, простите, грязную кожу На жирную кожу, потому что, кстати, вот за счет того, что я им пользовалась У меня кожа стала очень-очень сильно тонкая Ну так вот, когда я наносила этот лосьон первым способом Допустим в течение дня, я не наносила никакой макияж, ничего У меня просто был свой уход, да, я просто брала ватный диск Потом наносила этот лосьон перед умыванием Наносила его, то есть я провоцировала то, что вот этот лосьон Он должен был, по идее, разрыхлять мне верхний слой кожи Вверх, вот в эту защитную пленку, в которой собралась эта вся грязь Он должен был это все разрыхлить Вот этой штукой, которая умывалась Она должна была это все максимально снять И дальнейший все мой уход, он должен быть идеальный Не получилось у меня дружбы, но не получилось И получилось то, что я вот по вот этому периметру, я была просто красная Потом я стала по-другому пользоваться, как многие его тоже рекомендуют наносить То есть я умывала лицо вот этим вот хисяком Я им умывала, вытирала лицо, потом наносила вот эти вот кислоты Ждала какое-то время и потом просто умывала лицо Просто умывала лицо водой и наносила свой уход Тоже у меня не получилось с ним подружиться Он у меня в большей степени, он у меня стал вызывать, знаете, вот Как вам сказать, вот какие-то вот такие вот мелкие гнойнички Гнойнички, прыщички, такие вот мелкие, периодически где-то стали у меня вылазить У меня стала очень сильно тонкая кожа, у меня появились еще больше вот эта вот краснота вокруг носа То есть я поняла, что для меня вот это содержание кислот, оно прям дико страшное Поэтому я не могу им пользоваться Тут половину допользовала, тут половину допользовала И он у меня сейчас лежит Срок годности, что у этого средства тут у нас полтора года Здесь у нас 24 месяца Так что буду думать, куда их девать дальше Потому что, ну, сейчас я ими пользоваться не буду, потому что они у меня вызывают вот эти вот кислоты Большое содержание кислот, они у меня вызывают, так скажем, какую-то аллергическую реакцию Все-таки у меня есть Организм у меня бунтует на эту продукцию, на это содержание кислот Поэтому я хочу их исключить И я бы хочу предостережить вас Если вы, к примеру, у вас есть склонность, да, у вас есть постакнешки какие-то Прям аккуратно, деликатно пользуйтесь кислотами Потому что, помимо того, что вы делаете Можете просто это все отшелушить и убрать эту всю гадость, осветлить Вы можете спровоцировать еще какие-то высыпания У меня эта косметика не зашла, вот серьезно Но могу сказать только свои личные наблюдения Все-таки отшелушивающий эффект Вот это вот снятие ороговевшести с кожи Эта штучка дает, но не отнять Она осветляет постакнешки, это безусловно Они высветляются, они отшелушиваются И причем нет дикого, вот от использования вот этой вот серии Нет дикого шелушения Оно как-то все, вот я им пользовалась где-то 3 недели В месяц, наверное, даже им пользовалась Оно снимало вот это все И не было шелушинок, была кожа ровная Она не была такая дико сухая Но вот были вот эти вот, как бы гнойнички какие-то появлялись И я решила ее убрать от себя То есть, как бы, вот это содержание кислот, которое мне не подходит Это мои личные наблюдения То есть, для меня самый оптимальный вариант Это, наверное, вот это вот содержание кислот Поэтому как-то вот так вот И, конечно же, если вы пользуетесь кислотами Не забывайте, девочки, мальчики То, что когда начинаем пользоваться кислотами Нужно прям запастись средствами с СПФ Потому что, когда мы пользуемся кислотами Мы прям открываем свое лицо Мы убираем все защитные свои функции Своей кожи верхнего, да Верхний слой мы снимаем И мы открываем свое лицо И если мы выходим в солнце как-то более-менее активно Даже менее активно Все излучения ультрафиолета Они могут спровоцировать у вас выработку Неправильная защитная реакция будет И могут быть пигментации То есть вы тоже имеете в виду Поэтому делайте как можно выше 35 И выше экран защиты Когда вы пользуетесь кислотами Поэтому нужно прям аккуратно и деликатно И, конечно же, любую косметику Которую с кислотами вы будете наносить на себя Обязательно делайте в начале затеста На руки, носки, балактей Для того, чтобы не было какой-то неправильной реакции Еще раз говорю Вот эти два фрукта Мне прям, я их не поняла Я считаю, что для меня это прям жестковато Но и смело могу вам порекомендовать Вот эти три штучки от Уриаши и от Кадали Мне очень сильно понравилось Для ежедневного использования Они прям здоровские Вот это все-таки, мне кажется, нужно как-то прям Знаете, мне кажется, это серия для людей У кого уже пост-акне, которые нужно как-то деликатно убирать И у них нет аллергии на кислоты То, в принципе, можно, наверное Но вот, к примеру, вот этого лосьона Могу сказать, когда вы его наносите Почему его нужно смывать? Потому что остается дико липкий слой Вот дико липкий слой Прям жуткий Это средство, которое от Norevo Это эксфолиакт гель Он очень сильно пенится Прям дико мулкий Хотя вроде здесь не заявлено То, что здесь присутствует мыло Но он очень-очень-очень мулкий И, по крайней мере, у меня Если, к примеру, вы его наносите первый раз Смываете с лица Сейчас вам скажу, как я Многие говорят, что он слабо пенится У меня этап очищения вот такими штучками Он идет двойной Я первый раз наношу немного этого геля Растираю по ладошкам Распределяю по лицу Он не будет пениться Потому что здесь жир И не хватает вот этого вот пенки Какой-либо образоваться Потому что очень много грязи Мы это все смываем И просто потом наносим второй раз Вот этот вот гельчик И вы увидите эту пену, собственно говоря И она прям такая вот Хорошая пена Которая, собственно говоря Потом в дальнейшем очищает вашу кожу Так что вот так Вот такое у меня было видео о кислотах В большей степени Могу вам сказать о том Что если вы хотите начать свой уход с кислотами Начните с чего-то маленького И лучше двигаться по возрастающей Чтобы не было ни ожогов Никаких-либо, знаете, неприятных ситуаций Потому что Можно спровоцировать купероз Можно спровоцировать ситуацию Которая будет Вы пережгете свою кожу То есть кислоты Они же отшелушивают И делают вашу кожу тоньше Если у вас сильно сухая кожа Тоже нужно прям аккуратненько смотреть И подбирать Если у вас жирная кожа Тоже чтобы Ну вот эти вот средства Возможно они для жирной кожи Очень здорово будут Но хоть здесь и написано Что это все мягко очищает Это очень сильно абразивно И я не могу советовать кислоты Где есть содержание 10% кислот Все-таки Я поддержу Косметологов Которые говорят Что 10% содержания кислоты Это все-таки уже Профессиональная косметика Которой нужно пользоваться Под наблюдением Косметолога Для того чтобы Ну опять же Хорошего косметолога Так что вот так Вот такое было у меня сумбурное видео Если оно вам понравилось Если вы тоже пользуетесь кислотами Пишите свои комментарии Не забывайте подписываться на мой канал Чтобы не пропустить новое видео Я вас всех люблю Целую Мы увидимся с вами В скором будущем новом видео Всем пока-пока